Главный бой вечера. Корриду между Нижегородским Быком и Никарагуанским Матадором предваряли еще несколько поединков. Сначала на ринг вышли кубинский дебютант Олески Геррера Торрес и Басир Абакаров. Видимо, сказался недостаток опыта и уже через пару раундов Басир нокаутировал кубинца. В следующем поединке сошлись Руслан Файфер, который за 21 бой в карьере не потерпел ни одного поражения, и Гаанец по Аквеси Анкрах. Этот бой тоже оказался недолгим. Во втором раунде Файфер нокаутировал соперника, завоевав 22-ю победу. И вот ринг-анонсер объявил о главном бою вечера. Первым на ринг пригласили Рикардо Эль Матадора Майоргу. Следующим под громкие овации болельщиков на ринг вышел нижегородский бык Андрей Сироткин. С первых раундов нижегородец завладел преимуществом и наносил точные удары, на что Майорга отвечал насмешками, напоминая поведением известного во всем мире бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. При этом вне раунда в боксер из Никарагуа вел себя по-джентльменски, пожимая Сироткину руку после каждого удара гонга. У гостей турнира бой оставил противоречивое мнение. Как итог, Рикардо Матадор Майорга проиграл Андрею Сироткину техническим нокаутом в 10-м раунде. Никарагуанец получил травму руки и вынужден был сняться с боя. Круто, вообще очень круто. Да, еще раз повторяюсь, дом, тяжелее, боксировать сложно. Это ответственность с домашних трибунок. Как говорят, дом и стен помогают. Здесь стены так немножко давят в плане ответственности. Как оценивать моего? Да, крепкий, хороший. Но с трейнером до этого разговаривали, он говорит, что не планирует, но то, что что-то легко будет. За плечами такой огромный опыт. Поэтому, ну, прошло так, как ожидали, как и планировали. Теперь, по словам промоутера Владимира Хрюнова, который организовал турнир, в феврале Сироткина ждет защита титула, после которого, в случае победы, возможен бой за звание чемпиона мира. Денис Каримов, Дмитрий Засухин, телекомпания «Волга».